Всех приветствую, дорогие мои зрители, дорогие наши зрители, наши, потому что вы ведь не только меня смотрите, да и вы не меня смотрите, вы смотрите нашу деревню Окуньево. Вот. Лена, не надо так говорить. Вчера ездили в город, привезли фрезу, разгрузили. Сегодня возим, вожу в снег с ограды. В ограде места мало, из-за снега скопившегося, вот вывожу. Хотел ответить на вопрос такой. Максим Мартов задал вопрос, как там у вас с ковидом в деревне. Чтобы нас на ютубе не заблочили, будем называть это все новомодной болезнью. Как в деревне с новомодной болезнью. Ну как болезнью? Как и везде. Да, да. Там у меня за кадром голос. Вот, как и везде, да. Люди болеют, кто-то выздоравливает благополучно, кто-то у кого-то идут осложнения на какие-то болячки, у которых, на болячки, которые были у человека до этого. И люди умирают, да, умирают. Умирают как наши местные жители, так и переселенцы. Вот так вот. Так что всех... Здрасте. Здрасте. Всех это новомодная болезнь, всех это потихоньку затрагивает, так или иначе. Так что вот так вот. Да. У нас с Ириной Степанной есть прививка, мы прививались. Потому что вышло постановление там губернатора, что в категории граждан нужно обязательно быть привитыми. Вот так вот. Ну, что делать? Хотя у нас были антитела, мы... Когда мы, Лен? В сентябре или в августе, короче, мы сдавали ПЦР-тесты в Мурнцево на наличие антитела. И там показали антитела. Там у меня больше, у Лены Степаны меньше антител показали. Ну, а что делать? Все равно антитела. Пошел к врачам получить медотвод, а они сказали нет. Мы или ставим прививку, или не ставим. Мы можем не поставить прививку, дать медотвод, но там определенная категория граждан. Сердечники, там что-то противопоказания какие-то там еще. Ну и, короче, нет-нет-нет, мы тебе никак не нужно дать медотвод. Так что, или ты ставишь, или не ставишь. Ну, поставили. Поставили прививки. Повид, нет, это как-то называется это. Спутник Ви. Спутник Ви поставили. Как перенесли? Нормально перенесли. Да, так же, как и вот мы получили эти антитела. Наверное, так же, как и, как, даже, знаете, честно сказать, не заметили, как мы и переболели с Ильиной Степановой. Откуда ты знаешь, что мы болели? Ну, у нас же были антитела. И что, может, вы просто в простуде переболели какой-нибудь? Ну, короче, может быть, просто в простуде. Ну, ПЦР-тест показал, что общаемся с многими людьми в нашей деревне. Не верьте ему, не верьте. Врет, врет. Кто-то переболел сильно, по-тяжелому, ну, выздоровели благополучно. Кто-то регистрировал свое заболевание ковид, кто-то не регистрировал. А ты прямо уж там это. Есть у нас такие семьи в деревне, которые, говорят, мы просто кластом лежали. Ну, две недели-три пролежали дома. Ты тоже сейчас наговоришь, что переболели. Ну, был насморк, покашливали. Что, теперь все ковидом, что ли, переболели? Точно наговорились. Ну, есть подозрение, что ковид. У тебя что? Есть такие семьи, которые не болели ковида. И я говорю, ну, что вы, поставили прививку? Да, поставили прививку. Мы, говорит, привились. Мы сдали ПЦР-тесты. Вот некоторые семьи есть у нас здесь. У нас, говорит, нет антител. ПЦР-тест показал, что антител нет. Ну, и, говорит, чтобы не болеть, чтобы обезопасить себя, поставили. Сделали вакцинацию, прошли. Вот так вот. Что еще сказать? Ну, все, наверное, я ответил на вопрос. Это когда было? В мае? В чем в мае? В летнем. В основной волне. Сейчас ты вроде никто не подел. Ну, да, да, да. Это весна, а начало лета. Ну, сейчас все тихо. Ну, да. Как всегда. Сейчас. Сюда. Ну, что надо делать? Будем работать дальше. А то, честно сказать, прям некрасиво. Видео снимаю, а только снег, снег везде. А это что? Попилка. Ну, видно, что-то... Бабаки, тут опхалили! Да, собака! Ух ты! Ух ты!